Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 июля у нас началась дегустация различных редких экзотических сортов. Если перед этим у меня все были по большей степени мои свирские томаты, то теперь вот эти вот экзотические новинки пошли. Начну я с сегодняшнего дегустации. Сегодня будет очень-очень много сортов, некоторых даже для меня, которые в новинку первый год выращивают. Но начну я вот с этого томата, который многие знают, и в прошлом году у меня он был. Вот это странная вещь девушки. Он примерно расцветка, как полосатый шоколад. И если вспомнить о характеристиках, он является индотерминатным и высокорослым. В этом году я еще раз его посадила в теплицу, но на будущий год уже не буду садить. Очень мощное растение. До двух метров вырастает, упирается в потолок. Он и сам мощный, и плоды у него большие. Но написано в описании 300-400 грамм. В этом году у меня очень странная уродилась вот такая вот вещь девушки под килограмм. Я вам сейчас ради интереса покажу на весах. Я взвешила, сама удивилась. Так, вот 0,902 грамма. Ну, конечно, это, я знаю, что это вот, скорее всего, тут два плода срослось, но все равно очень странная вот эта вещь. Под килограмм не было таких у меня раньше. А вообще колеблется около полукилограмма. 300-400-500. Смотрите, сначала он у нас будет вот такой. Видите? Он больше как бы зеленых полос. Вроде бы как. Как-то они полосы, потом зеленые будут исчезать. И вот эта необычная зебровая окраска, чередование зеленых и розовых полос. И изменения, это очень удивительно. Сначала он вот такой, как я вам показала, более зеленый. Потом, видите, получается, что красных полос больше, а зеленых меньше. То есть краснота забивает. И в конце, когда он совсем зрелый, лучше дождаться, когда он будет вот такой. Вот смотрите. Тут зеленые полосы вообще почти исчезают. Он, видите, почти однотонный красный. Но полосы все равно видно. И внутри вот такой красивый, с малиновым пятном. Вот эта очаровательная снежинка. Тут и красный, и розовый. Конечно, лучше дождаться вот такой зрелости. Вот это сразу говорю. Если вот такой, он еще немножко должен полежать. Если вы сорвете вот такой. Да, он уже... Сначала он вообще весь зеленый, немножко с полосами. А потом проявляются красные. Многие могут подумать, что вот такой спелый. Нет. Нужно дождаться вот такой именно зрелости. Только тогда вы... Он даст вам почувствовать, какой он сладкий. Сейчас попробую. Он такой сладкий. Немножечко с кислинкой. Вот в прошлом году было. В этом году не удивлюсь, если вообще кислинки нет. Вчера у нас было 35. Но я говорила, нет вообще кислого. В этом году у нас все томаты, даже сибирские скороспелки, буян, москвич, ренет, все получились без кислинки. Сладкие, потому что жарко. Мякоть мясистая, сладкая. Вот кислинка еле, еле, еле уловимая. Рекомендовано формировать в два ствола. Вот за этот необычный вид, за деликатесный вкус, за его выносливость к болезням, к неблагоприятным условиям, за его высокую урожайность. За вот эти вот красивые, огромные плоды. Его полюбили и в нашем, ну, в России, в нашей стране. Вообще, это американский сорт США. И он относится к редким коллекционным томатам. Томат Бекалор, полосатик. К сожалению, семенные фирмы официальные не занимаются производством таких семян. Можно купить только у коллекционеров. Но так как это сорт линейный, купив этот томат один раз, вы сможете потом много-много лет сами из своих семян его выращивать. Все. Еще хочу добавить, что точно такой же сорт, очень похожий по расцветке, полосатый шоколад. Я уже несколько лет выращиваю. И еще в этом году мне попался точно такой же сорт, тоже редкий, коллекционный. Про этого я даже описание еле-еле нашла в интернете. У меня под номером 330 это черные полосы. Если вот так их сравнить, видите, как они похожи. Но это я вот взяла более спелые. Если с более спелой расцветкой странной девушки сравнить, видите, очень похожи. Но это совсем другой сорт. Это странная вещь девушки. Это черные полосы. Это более распространенный, а этот еще более редкий. Вот сейчас его и будем дегустировать. Ну и в заключение, если сравнить вот этих полосатиков, например, странная вещь девушки и черные полосы. Если вот с этими с экзотами зеленоплодными сравнить, то странная вещь девушки намного более сладкая и черные полосы, чем зелененькие. Те кисло-сладкие. Это на любителя, кому что нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова